Уи-и-и! Уи-и-и! Тебе весело, Полина? Да, Алиса! Ап! Сегодня погожий день. Мы пришли в парк. Здесь много мест для игр. Заканчивайте, я тоже хочу! Ха-ха-ха-ха! Митя, почему бы нам не купить мороженое, пока Боря и Полина прыгают? Чудесная мысль, Алиса! Сейчас так жарко, что холодное мороженое будет как раз! Уи-и-и! Простите, можно мне ванильное мороженое? Купи мне банановое, пожалуйста! И одно с земляничным вкусом. Алиса, а можешь принести мне шоколадное? Пожалуйста! Боря, ты ведь прыгаешь, а есть и прыгать нелегко. Эм-м-м! А я бы смог! Я скоро закончу прыгать. Мороженое будет очень кстати. Получишь после того, как слезешь. Если я куплю мороженое сейчас, оно может растаять. Наверное, да. Уи-и-и! Оп! Я допрыгну до луны. Ой! Полина, ты в порядке? Я упала на мягкое. После прыжков у меня голова кругом. Может, пора уступить на надувной замок мне и Алисе? Я пропущу свою очередь на надувном замке. А ты уже знаешь, что есть в парке развлечений. Пощелкай по экрану и узнаешь, что здесь есть. Или щелкни по нам. Поиграем! Сегодня такой милый солнечный день. Вот бы при мне были солнечные очки. Хочешь поиграть в игру про вещи для разной погоды? Щелкни по мне, чтобы поиграть с домиком вещей. Пора сделать прогноз погоды. Привет! Добро пожаловать в мою игру о погоде. Это домик погоды. Он помогает выбрать, какие из вещей нужны для разной погоды. В окошке дома видна картинка. Она показывает, что сейчас на дворе. Солнце, дождик или снег. Если ты правильно угадаешь предметы для погоды, из домика выйдет мужчина или женщина с верными вещами. Сначала тебе надо посмотреть в окошко между дверьми. В нем видно, какая сейчас погода. Потом посмотри на вещи, разложенные вокруг дома. Выбери все вещи, которые могут пригодиться в такую погоду. Если выберешь правильно, из домика выйдет мужчина или женщина в одежде для такой погоды. Когда ты дважды оденешь мужчину или женщину в правильную одежду, я дам тебе фрагмент картинки-загадки. Хорошо! Давай посмотрим, какие вещи нужны для этой погоды. Правильная догадка! В резиновых сапогах можно прыгать по лужам. Осталось найти три. Продолжай искать. Правильная догадка! Этот зонтик мешает воде намочить владельца. Тебе надо найти еще две вещи. Что это? Холодное и поскрипывает. Велосипеды! Молодец! Если с неба льет дождь, шапка с полями позволит голове не намокнуть. Осталось найти всего одну. Молодец! В таком дождевике ты ни за что не намокнешь. В дождь его ткань отталкивает воду, а не впитывает ее. Теперь у нас есть все нужные для дождливой погоды вещи. Смотри, кто хочет тебя увидеть. Как ты думаешь, какие вещи нужны для этой погоды? Молодец! Большое и теплое пальто защитит от холодного ветра. Осталось найти три. Продолжай искать. Именно так! Эти шерстяные рукавицы согревают руки в холодный снежный день. Тебе надо найти еще две вещи. Правильная догадка. Пусть идет снег. В шерстяной шапке ваша голова останется в тепле и уюте. Осталось найти всего одну. Именно так! Сапоги на меху сберегут ноги от вездесущего снега. Теперь у нас есть все нужные для зимней погоды вещи. Смотри, кто хочет тебя увидеть. Удивительно! Ты очень хорошо разбираешься в погоде и заслуживаешь фрагмента картинки-загадки. Хочешь побаловаться с погодой еще раз? Если хочешь сыграть в игру еще раз, щелкни по домику погоды. Если хочешь вернуться к ребятам, щелкни по кнопке дом. У меня голова кругом. Может, тебе немного посидеть? Это было не сальто, а шлеп-пошлеп. Митя, смотри! Я сейчас сделаю сальто. Ой! Алиса! Не очень хорошо получилось. Это было не сальто, а шлеп-пошлеп. Митя, зря ты ешь мороженое на батуте. Боря, не волнуйся! Я могу прыгать и есть мороженое одновременно. Ой! Мое мороженое! Ох! Они поскользнулись на мороженом. Я знала, что есть мороженое на надувном замке не стоит. Прости, Алиса! Я свалял дурака! Тебе лучше убрать за собой, чтобы другие дети не поскользнулись. Ой! Это холодное мороженое у меня и сзади! Хе-хе-хе-хе! Грязнуля! В парке еще много мороженого. Я возьму себе еще одно. Почему бы тебе не оглядеться и не поиграть в веселые игры? Давай начнем играть! Привет! Ты хочешь узнать о разных местах, где обитают животные? Одни животные обитают в жарких и солнечных местах, а другие любят холод, снег и лед. Их места обитания называют ареалами. У меня есть игра, в которой ты сможешь показать, где обитают животные. У тебя есть три животных, которых надо расселить по ареалам. Посмотри на большую картинку и выбери животных, которые должны там жить. Щелкай по животным и перетаскивай их на картинку. Если ошибешься, животное вернется обратно, а тебе придется выбрать другое. Тебе надо найти дом для девяти животных, так что лучше поспеши. Когда разместишь всех животных по их ареалам, я дам тебе фрагмент веселой картинки-загадки. Ладно, вот ареал, куда надо поместить трех животных. Это Северный полюс. Здесь так холодно, что замерзает даже море. Одни животные могут жить в таком холоде, но другие покидают полюс до весны. Сможешь найти животное, которое здесь живет? Это белый медведь. Верно. Цветом белый медведь сливается со снегом своего места обитания. Если становится холодно, он выкапывает яму и залезает под снег. Сможешь найти еще животное, которое здесь живет? Это тюлень. Хорошо. У тюленя много подкожного жира, который греет зверя в холодных водах Арктики. Чтобы не замерзнуть в этом холодном месте, мне нужны шарф и варежки. Зачем белый медведь носит свое толстое пальто? Потому что не может вынести холода. В этот ареал надо переместить последнее животное. Это нарвал. Отлично! Нарвала можно отличить по длинному закрученному рогу. Говорят, что рогом нарвал расчищает путь сквозь льды. Немного длинноват, правда? Первые трое животных теперь дома. Пора помочь другой тройке. Ладно. Вот ареал, куда надо поместить трех животных. Это джунгли. Из-за частых дождей здесь много растений и деревьев. Так много, что обитающие под их сенью животные могут за всю жизнь так и не увидеть солнца. Сможешь найти животное, которое здесь живет? Это ленивец. Верно! Ленивец – очень медлительный зверь. Он может устраиваться высоко на ветвях и спать до двадцати часов в день. Сможешь найти еще животное, которое здесь живет? Это попугай. Хорошо! Яркий попугай перепархивает с ветки на ветку в поисках еды. Наверное, он очень счастлив в джунглях. В джунглях я бы сидел под деревьями, чтобы спрятаться от жаркого солнца. В этот ареал надо переместить последнее животное. Это топир. Верно! С помощью своего забавного носа топир вынюхивает пищу среди подлеска джунглей. Еще трое животных обрели дом. Осталась последняя тройка. Ладно. Вот ареал, куда надо поместить трех животных. Это пустыня. Днем в ней так жарко, что можно печь хлеб, а ночью холодно до дрожи. Дождей здесь не бывает годами, поэтому здешние растения и животные должны уметь подолгу обходиться без воды. Сможешь найти животное, которое здесь живет? Это тушканчик. Верно! Африканский тушканчик похож на маленького кенгуру. В случае опасности он быстро уносится по пустыне, прыгая на своих сильных задних лапках. Сможешь найти еще животное, которое здесь живет? Это пустынный заяц. Отлично! У пустынного заяца уши больше, чем у обычных зайчиков. Они выводят больше тепла и помогают животному охладиться. Живи я здесь, пришлось бы запастись лосьоном от загара. Зачем ящерица села на диету? Потому что проваривалась в песок. В этот ареал надо переместить последнее животное. Это газель. Верно! Грациозная газель умеет быстро бегать по песку. Много воды ей не нужно, что помогает выжить в таком засушливом месте, как пустыня. Поздравляю! Ты отыскал дом для всех животных. Как спаситель животных, ты заслужил фрагмент картинки-загадки. Если ты хочешь расселить по ареалам и других животных, щелкни по картинке или щелкни по кнопке «Дом» и вернись к остальным друзьям. Удивительно, как ты можешь прыгать, съев столько мороженого! Боря съел уже два мороженых. Если съест еще одно, надо мной замок лопнет. Алиса, ты будешь прыгать еще? Нет, сегодня слишком жарко. Много не попрыгаешь. А лучше поищу прохладное местечко. Можем сходить поплавать. Полина, ты здорово придумала. Я тоже хочу поплавать. Я сбегаю домой и возьму плавки. Боря, что с тобой? Может, ему не нравится плавать? Это не так. Я плохо себя чувствую. Мороженое и прыжки на надувном замке растревожили мой животик. Глупый, Боря. Тебе лучше перестать. Боря, я знаю шутку, которая тебя подбодрит. Митя, что это за шутка? Какое животное прыгает лучше всех? Цыпленок на пружинках! Ох! Боря, прости. Не смешно? Нет, Митя. Она была смешная. Но мне лучше отдохнуть от прыжков. Сегодня на надувном замке все время что-то случается. Я тоже напрыгалась и упарилась. Пощелкай по экрану и поиграй с нами. Тебя ждут солнечные сюрпризы. Хочешь сыграть со мной в прыгалке-считалке? Надо считать по два, три, четыре и пять. И одновременно прыгать. Щелкни по мне, чтобы сыграть в считалке. Прыгай и считай. Присоединяйся ко мне на надувном замке! Я знаю много игр, в которых можно прыгать и играть. Прыгая, я буду каждый раз считать по два, три, четыре или пять. Сначала скажи, насколько хорошо ты умеешь считать. Если ты умеешь считать по два и по пять, щелкни по синей кнопке. Если ты умеешь считать по три и по четыре, щелкни по оранжевой кнопке. Хорошо! Если мы сможем сосчитать пять раз по два и пять или три и четыре, я дам тебе фрагмент картинки-загадки. Я готов прыгать! На этот раз я буду считать по два. Я скажу тебе первые числа, а ты скажешь следующие. Два. Какое число на два больше двух? Щелкни по числу, которое мне надо сказать. Точно! Два. Четыре. Какое число я теперь хочу сказать? Верно! Два. Четыре. Шесть. Знаешь, какое число будет следующим? Здорово! Два. Четыре. Шесть. Восемь. Выбери число, которое продолжает считалку. Именно. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Скажи, какое число будет дальше? Точно! Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Двенадцать. Один раз мы досчитали до конца. Давай еще раз. Как лучше не прыгать на надувном замке? Часто и невысоко. На этот раз я буду считать по пять. Я скажу тебе первые числа, а ты скажешь следующие. Пять. Какое число на пять больше пяти? Щелкни по числу, которое мне надо сказать. Верно. Пять. Десять. Какое число я теперь хочу сказать? Здорово! Пять. Десять. Пятнадцать. Знаешь, какое число будет следующим? Именно. Пять. Десять. Пятнадцать. Двадцать. Выбери число, которое продолжает считалку. Верно. Пять. Десять. Пятнадцать. Двадцать. Двадцать пять. Скажи, какое число будет дальше? Именно. Пять. Десять. Пятнадцать. Двадцать. Двадцать пять. Тридцать. Замечательно! Мы дважды досчитали до конца и не сбились. За помощь в счете. Ты заслуживаешь фрагмент картинки загадки. Хочешь поиграть в прыгалки-считалки еще раз? Если хочешь сыграть в игру еще раз, щелкни по мне. Если хочешь вернуться к ребятам, щелкни по кнопке дом. Мой любимый цвет розовый. А твой? Ты знаешь, как пишутся все обозначающие цвет слова? Можешь сыграть в мою безумную игру с цветами и узнать. Щелкни по мне и сыграй в игру угадалку цветов. Даю игре в цвета зеленый свет. Приветик! Ты справишься со словами о цветах? Думаешь, ты сможешь быстро прочитать слова синий, красный, желтый и зеленый? В моей игре тебе надо совместить слова о цвете с цветом фрукта, фруктового льда, мороженого или чего-нибудь еще. Давай покажу. Это желтое мороженое, а слово желтый. Это совпадение, поэтому тебе надо щелкнуть по галочке. Это красный фруктовый лед, а слово зеленый. Слово и цвет не совпали, поэтому тебе надо щелкнуть по крестику. Перед началом скажи, как быстро ты хочешь сыграть. Если тебе нужно время, чтобы прочесть все слова о цветах, щелкни по синей кнопке. Если ты думаешь, что сможешь быстро читать слова, щелкни по оранжевой кнопке. Если правильно назовешь 10 пар, получишь кусочек картинки загадки. Хорошо. Приготовься угадывать. Хорошо. Давай дальше. Ура! Продолжаем. В этой игре слишком мало розового цвета. Давай дальше. Продолжаем. Давай дальше. Давай дальше. Продолжаем. Продолжаем. Ух ты! Все выбрано правильно, да? За прекрасное знание цветов я дам тебе фрагмент картинки-загадки. Хочешь сыграть в «Угадай цвет» еще раз? Если хочешь сыграть в игру еще раз, щелкни по мне. Если хочешь вернуться к ребятам, щелкни по кнопке «Дом».